МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Народные новости в студии Елены Сергеевы. Народная память и слава в Розаевке открылся в музее Великой Отечественной войны. Самый экстремальный спорт. В Мордовии день парашютиста отметили, как и полагается, прыжками. Турмаршрут «Непрогулка» в клубе «Высота» готовится к походам на Алтай и в Прельбрусе. Промиле в крови веский повод вызвать такси. За три дня в Мордовии поймали 36 пьяных за рулем. Мордовия продолжает динамику развития. Статистические данные подтверждают, все основные отрасли наращивают объемы производства. И это несмотря на работу в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции. Во время эпидемии коронавирусной инфекции руководство в Мордовии основные усилия направило на борьбу с болезнью. Главная задача стояла так – спасти здоровье людей, минимизировать распространение заболевания. Однако в эти тяжелые дни не забывали и о стабильности в экономике. Мы прекрасно понимали, что останавливать промышленность нельзя. Доходы людей уменьшать нельзя, доходы нужно постоянно помнить. Что бы ни случилось, наступит время, если мы упустим экономику, значит, это все отразится на людях. По итогам полугодия индекс промышленного производства увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Мордовии крупные предприятия промышленности практически не останавливались, а продолжали работать, соблюдая все противоэпидемические правила. Нам важно не потерять был российские рынки и международные рынки. Сейчас вагоностроительные заводы мира стоят. В России они тоже работают в среднюю силу. Значит, наш завод «Русский Маш» отработал 125% роста. Большой вклад в общее дело внесли и аграрий. В этом году прекрасные виды на урожай. Неплохие показатели и по другим направлениям. Растем мы где-то в пределах 5%. Мясо растет тоже 6%. Молоко растет тоже где-то около 5%. Объем молока в этом году мы впервые достигли от одной коровы 21 килограмм. Когда-то мы доели, значит, в это время, ну, по 8 килограмм. На 15% больше средств освоено строительной отраслью Мордовии. В перечень сданных и возводимых объектов входят учреждения образования и здравоохранения. Делаем в Дракино школу, в Аксеново школу строим. Сделали детскую поликлинику, сдали на Химаше. Мы взрослую поликлинику оснащенную в этом году сдали. КТ туда поставили и на 360 миллионов рублей туда, значит, оборудование поставили. Мы начали строительство детского хирургического корпуса, детской больницы. В Елге детский садик уже практически готов. Значит, в Белозере детский садик готов, значит, в Ромаданово, в Пензятк, на это уже построены. Сейчас вот я заезжал в Атюрьево детский садик, в Вардатове, в Дубенках детские садики. Большой объем работ предстоит выполнить и дорожникам. Этому способствует реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вячеслав Кузьменко, Андрей Просвиркин. Народные новости. Республика понемногу возвращается к привычному ритму жизни, разумеется, соблюдая меры профилактики распространения инфекции. Возобновляются и временно приостановленные авиарейсы. С 1 августа из Саранска в Москву и обратно можно будет добраться самолетами аэрофлота. Теперь попасть в аэропорт не так просто. Помимо проверки сумок, тут измеряют температуру, а также просят обработать руки. Маски и перчатки – обязательные условия. На сиденьях красуются красно-белые предупреждающие ленты. А голосовое оповещение без устали повторяет – соблюдайте социальную дистанцию. Такие меры вынужденные. В связи с пандемией в аэропорту Саранск выполняются все рекомендации Росавиации. Все сотрудники и пассажиры ходят в масках, перчатках. Постоянно производится дезинфекция. Также соблюдается дистанция. Сейчас в аэропорту столицы Мордовии безлюдно. Днем рейсов нет. Но, в принципе, воздушные ворота республики уже работают. С 1 августа рейсов станет еще больше. Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить ежедневные перелеты в Москву и обратно, которые были приостановлены из-за пандемии. Теперь вылет из Шереметьево планируется в 15.45, прибытие в Саранск в 17.15. Вылет из Саранска в 18.05, прибытие в Шереметьево в 19.40. Также два раза в неделю авиакомпания «Аэрофлот» выполняет рейсы по маршруту Санкт-Петербург-Саранск-Санкт-Петербург с загрузкой практически 100%. Вполне востребованы и вылеты в южных направлениях. В Сочи и Минеральные воды самолеты летают дважды в неделю. Авиакомпания «Руслайн» также выполняет рейсы в Екатеринбург. Эти вылеты были доступны и во время пандемии. Юлия Емельянова, Евгений Фролкин. Народные новости. 28 июля в городе Железнодорожников открылся интерактивный музей «Народная память» и «Слава Рузаевки». Идея принадлежит молодежной и общественной организации «Рост». А воплотить задумку в жизнь активистам помогла победа в конкурсе президентских грантов. Подробнее о музее и о том, кто и когда сможет его посещать, расскажут Юлия Мамаева и Андрей Просверкин. Вот этот сервиз ему порядка 100 лет. Он произведен в Польше и был передан одним из членов нашей команды, ее прабабушке. На стене вышивка, которой порядка 120 лет ручной работы. И таких артефактов в интерактивном музее «Народная память» и «Слава Рузаевки» больше сотни. Здесь будут репетно и бережно сохранять память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Рассказывать, как он жил до страшного события и как колоссально все изменилось после 22 июня 1941 года. 28 июля музей открыл свои двери, первые гости, первая экскурсия. Познакомиться с новым культурным центром пришли и глава Рузаевского района Александр Сайгачев, и мэр города Рузаевка Алексей Домнин. Активисты молодежной организации «Рост» провели их по залам, рассказали, как пришла идея создания проекта. В Рузаевке еще в 2015 году, к сожалению, был закрыт краеведческий музей. Он находился в историческом здании постройки 1902 года. Однако в связи с аварийностью он был закрыт, и выхода решения этой проблемы не находило. Поэтому и пришла идея в голову о том, что необходимо музей в Рузаевке обязательно создавать. Год 75-летия Победы определил основную тематику, и мы поняли о том, что нам было бы интересно вот именно в этот год рассказать о вкладе жителей Рузаевки в Великой Отечественной войне. Дальше колоссальный труд. Над проектом работала большая команда, а после, когда начинка была готова, идею представили на конкурс фонда президентских грантов. И не зря. В итоге победа и возможность воплотить все задумки в жизнь. Четыре зала, шесть экспозиций и множество экспонатов. В музее можно побывать и в военном госпитале, и буквально на передовой. Практически каждый предмет можно потрогать своими руками. Ключ рабочий. Экспонаты собирали всем миром, точнее всем Рузаевским районам, а сделать косметический ремонт, закупить оборудование, оформить помещение помог Грант. Каждый зал рассказывает об определенном этапе военного времени. До наших краев враг не дошел, но тяготы войны ощутили сполна и в Мордовии. Одни служили на военном аэродроме или в учебном полку бронепоездов, другие самоотверженно трудились в тылу. Но все и там всегда были готовы вступить в прямую схватку с врагом. Мы учились бить фашистов огнем, штыком и прикладом. Отрабатывались приемы рукопашного боя. Последний зал – зал памяти и славы, сердце музея. Здесь собраны истории тех, кто отдал за мирное небо над Родиной свою жизнь. Подлинные награды, письма и вещи героев. Один из самых ценных экспонатов – аккордеон, который прошел вместе с солдатом Красной Армии Алексеем Ватяковым всю войну. Увиденное не просто впечатляет, трогает до глубины души. Меня сегодня очень впечатлило все то, что я увидел. Отличная работа нашего молодежного центра по воссозданию всего того, что было до войны. И как это происходило во время Великой Отечественной войны. В этот год, в юбилейный год празднования 75-й годовщины Великой Отечественной войны, вот данный музей, он как никогда актуален. Как никогда актуален. И то, что здесь сделано и как это представлено, здесь была вложена действительно душа человека. Уже ясно, этот музей станет одним из главных культурных центров Розаевского района. Гостям здесь рады. Музей работает со вторника по субботу. В будни с 10 утра до 7 часов вечера. В выходные до 5 вечера. Правда, из-за общей эпидситуации, экскурсии пока будут проводить только по предварительной записи. И небольшими группами. Так, безопаснее. Юлия Мамаева, Андрей Просвиркин. Народные новости. Розаевский район. Музей. Шагнуть в небо страшно, но по накалу эмоций и всплеску адреналина с прошутным спортом мало что сравнится. Первый массовый прыжок в Советском Союзе совершили 90 лет назад. 26 июля 1930 года. Этот день стал праздником всех, кто в стропах. Профессионалы, любители и новички отмечают его прыжками, если позволяет погода. Состоялся ли день парашютиста в Мордовии в этом году, узнаем из сюжета. Прыгать с парашютом можно круглый год. Помешать могут лишь капризы природы. Осадки, сильный ветер и низкая плотная облачность станут преградой на пути к воплощению давней мечты. Прикоснуться к небу и ощутить состояние свободного падения. В этот день парашютиста все сложилось идеально. Светило солнце, дул легкий ветерок, а небольшая облачность добавляла шарма картине, которая в скором времени открылась взору парашютистов. Желающих было много. Пришли 44 перворазника. Будут выполняться прыжки с высоты для перворазников в 700 метров, спортсмены 1300. Весело, задорно, когда много народа. Погода позволяет прыгать сегодня. Новички, или как их называют здесь перворазники, перед полетом обязательно проходят инструктаж. Большую роль здесь играет теория. От того, как сложить парашют, зависит сам полет. Без практики будущий прыжок представить тоже сложно. Правильно прыгать и приземляться ребята учатся на обыкновенной тумбе. Решение совершить прыжок с парашютом Евгении пришло спонтанно. Я не боюсь высоты. Для меня все это очень интересно. Для меня что-то новое открывать – это преодоление себя, каких-то возможностей. И закалка – та же самая. Как я уже говорила, что высоты я не боюсь. И мне все это интересно, мне все это очень нравится. И сейчас на инструктаже уже появляются какие-то эмоции, чтобы прыгнуть наконец-то. И ощутить эти классные впечатления. Решение принято. Инструктаж и медицинское обследование за плечами. А там и до неба рукой подать. Самое интересное начинается позже. Построение и загрузка ВАН-2. Или всем известный кукурузник. Подъем на высоту занимает порядка 10 минут. Прыжок. Купол парашюта раскрывается. И ты паришь. В свободном падении парашютист-новичок будет находиться порядка 2-3 секунд. Но эмоций от этого в десятки раз больше. В прошлом году эмоции остались на месяц примерно. Я рассказывал друзьям до вечера. То есть вообще не мог отойти от этой ситуации. Вот решил повторить событие такое. Кто-то настолько влюбляется в небо, что начинает этим заниматься профессионально. Совершить прыжок с парашютом можно и в Мордовии. Аэроклуб имени Михаила Дзявитаева функционирует уже больше 80 лет. И обучает всех желающих парашютному спорту. В среднем за год на базе аэроклуба совершается более 500 прыжков. Благоустройство саранских дворов продолжается в рамках программы формирования комфортной городской среды и партийного проекта «Единая Россия». Только в этом году в Мордовии отремонтируют 76 придомовых территорий. Наша съемочная группа вместе с представителями администрации Ленинского района и депутатского корпуса оценила итог работ по адресу Ульянова, 77. Свой полувековой юбилей дом отметил 5 лет назад. А вот подарок для жильцов подоспел недавно. Активность вознаграждается. Собственники квартир сами подали заявку. Утвердили план-схему и дизайн-проект, четко зная, каким должен стать любимый двор. Сумма затрат – 1,7 млн рублей. Здесь были выполнены устройства проезда асфальтобетонного покрытия с расширением устройства асфальтобетонного покрытия выходов, тротуаров. Стоит отметить также, что собственники за счет собственных средств выполнили ремонт отмостки данного квартирного дома. Это такой как бы вклад в благоустройство двора. И также мы установили три опоры наружного освещения с тремя светильниками. Таким был двор в конце марта перед началом работ. Благоустройству не помешала даже пандемия. Свои коррективы внесла только погода. Немного терпения, шума под окнами и уже в мае жильцы парковались на новой стоянке. Ходили по безопасным дорожкам. Дорога ровная. Есть где разбежаться ребятни теперь. Здесь мы гоняем по вечерам на самокатах, на велосипедах. И то, что было и то, что стало не сравнить. Здесь можно спокойно, как маме, мне проехать на коляске без преград, без кочек. То, что было раньше, это все у нас ликвидировалось. А не хватает нам, конечно, здесь детской площадки. Какой двор был, конечно, я жил здесь, знаю. Плохо было. Сейчас красота. Очень довольны. И не только я один, по-моему, все жильцы дома довольны. Это нормально. Все. Аккуратно машина приезжает, ничего не ставит, стоянки делал. С каждым годом где-то и сами жители выходили, все время благоустраивали. Но в данный момент и последнее время город вообще стал чище и красивее. И люди стали сами по себе преображаться. И это, я думаю, хороший знак. Этот проект по благоустройству реализуется на условиях софинансирования. Только в 2020 году на ремонт дворов и общественных территорий в Мордовии потратят 227 миллионов рублей. Из них 220 с половиной федеральные. Если проанализировать наказы избирателей, а их очень много, и они являются основой для формирования бюджета, наверное, процентов 80-90 наказов, они направлены на улучшение по благоустройству территории. Меня это радует, потому что это говорит о культуре людей, о желании людей жить в благоустроенных условиях. Сам собой двор преобразиться не может. Нужен серьезный настрой жильцов, общие собрания и активное участие в конкурсе. Всего в этом году в Саранске облагородят 20 дворов. Елена Пятина, Сергей Соколов, Народные новости. Будь туристом целая наука. Пока походы в Мордовию под запретом, члены турклуба «Высота» готовятся к новым достижениям, отрабатывают навыки и обучают новичков. О прелестях туристического отдыха расскажут Ирина Пятина и Сергей Соколов. Среди туристов только самые выносливые. Для девушек поблажек нет. На хрупких плечах, в зависимости от похода, от 13 килограммов. В рюкзаках еда, одежда, посуда и нужная экипировка. Установка палатки – процесс ответственный. Правильное место найдено, значит, полдела сделано. Для этого мы выбрали самую ровную площадку в данном случае. И начинаем устанавливаться. То есть мы собираем дуги, в данном случае они алюминиевые, что облегчает вес палатки. Ну и, соответственно, рюкзака. И собираем. Ну, желательно, конечно, собирать, когда есть солнышко. Но если солнца нет, то приходится, конечно, изворачиваться и натягивать тен. Здесь и путешественники со стажем, и новички. О первом походе на Северный Кавказ ребята вспоминают с восторгом. Несколько перевалов дались с трудом, но впечатлений море. Шаги навстречу новому сделаны, шишки набиты, ошибки поняты. Как показала практика, нужно было больше подготовиться физически, нежели морально. Морально там все отлично, тебя радуют красоты, радуют всякие переживания, новые знакомства. А подготовка, ну, нужно подготовиться к погоде. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. В походе преодолеваешь себя, видишь природу, наслаждаешься, себя открываешь. И закончилось это, наверное, тоской по тем местам, которые прошли. Мне безумно понравилось. Я единственное, что могу сказать, чтобы долго не говорить, что туризм – это, ну, это мое. Это вот единственное, что я поняла, и я бы хотела связать свою жизнь с туризмом, но пока что я не знаю, как это сделать правильно, но у меня есть такая даже уже не мечта, а цель. Палатки, рюкзаки и другую экипировку ребятам выдают в самом турклубе. Уютное помещение им выделил лыжно-биатлонный комплекс. Организация открылась пять лет назад. Реализует проекты, выигрывает гранты и открывает новые направления. За это время его участники прошли более ста погодов. Наш клуб развивает два направления основных. Совместно с Федерацией спортивного и туризма и Министерством спорта Республики Мордовия. Это маршруты спортивные и дистанция. То есть это два основных вида в туризме спортивном. Дистанция – это соревнования среди школьников, студентов на открытой местности, либо в зале. А маршрут – это то, непосредственно, что мы ходим в горы. Все эти походы у нас спортивные, категорийные. Все участники у нас в дальнейшем получают справки о том, что они прошли данный маршрут. Новичкам от бывалых инструкторов совет один – больше физических нагрузок и готовность к сложностям. Главное – не путать туризм с прогулками. Перед штурмом больших высот каждый новоиспеченный путешественник проходит маленькое испытание. Два дня в пути в мордовских лесах. Романтика похода обеспечена, если слушать наставника. В этом походе, который только у нас прошел в Архизе, у нас запомнился такой момент. Был сложный переход, мы целый день шли, поднимались на перевал, потом спускались, потом у нас застал дождь, все намокли, все устали. И я сказала одной из участников, что нужно поменять одежду и одеться в сухое. Она сказала, что мне уже все равно, мне лишь бы выжить. Быть туристом значит жить воспоминаниями от похода к походу и строить планы. Одна группа скоро собирается отправиться на Алтай, другая в Приэльбрусси. Тем, кто всем благом цивилизации предпочел отдых на природе, наградой станут незабываемые впечатления, а также натренированные тело и воля. Ирина Пятина, Сергей Соколов, Народные новости. О войне от первого лица рассказывали многие, но самые проникновенные и искренние строки выходили из-под пера профессиональных литераторов и публицистов. Литературно-патриотический проект «Строки, опаленные войной» позволил собрать воедино самые яркие произведения и биографию их авторов. На круглом столе писатели на войне, писатели о войне, организаторы рассказали о цели проекта и о том, как он воплощался в жизнь. Они расскажут о войне всю правду, писатели-фронтовики. Их строки искренне написаны с душой и поэтому так трогают сердца даже спустя десятилетия после страшных событий. Еще раз вспомнить и увековечить их имена – цель литературно-патриотического проекта «Строки, опаленные войной». Реализовать его помогла победа в конкурсе президентских грантов. Действительно, такую цель ставили, чтобы всех вспомнить, чтобы все о них лучше читали, что это патриотическое воспитание молодежи на их примере. Потому что произведение писателей-фронтовиков – это свидетельство очевидца. В этом их и, в общем-то, самая ценность, что действительно очевидцы, которые были на войне, они писали летопись, фронтовую летопись. И многие из них не только, как мы говорим, воевали они пером, они писали, многие работали из них в фронтовых газетах. Реализация проекта началась в марте, как раз в разгар пандемии. Организаторы успели выехать только в несколько районов на родину писателей. Но отменять или переносить сроки не хотелось. Поэтому перешли на онлайн-формат. Проводили конкурсы среди пользователей. Помогала собирать материал Пушкинская библиотека. Благодаря Большому Кровеческому фонду удалось найти некоторые фотографии и рукописи фронтовых писателей. По разработанной системе были выявлены районы. Их было 13 районов. И 37 писателей, на которые мы составляли презентации. Составлять презентации нам помогали наши литературеведческие, критические статьи наших ученых. Мы провели также большую исследовательскую работу по страницам периодической печати. Это и газеты, и журналы, которые есть у нас в краеведческих накопительных папках материалы. Мы использовали их в своей работе. На фронт из Мордовии ушли около 40 писателей. Из-под их пера вышло много стихотворений, песен, повестей и рассказов. Фронтовых очерков и заметок в газетах. Столь огромный пласт обработать и выбрать самые яркие публикации было сложно. Но задачу решили. Объединили в один сборник. А мультимедийные материалы послужат хорошим подспорьем для школьников и студентов. Валерия Никитина, Евгений Фролкин. Народные новости. Промиле в крови повод вызвать такси или остаться дома. Пьяный за рулем – источник опасности для себя и окружающих. Эту простую истину некоторые водители запомнить никак не хотят. Только за три дня в Мордовии остановили 36 автолюбителей под шофе. Подробнее в сюжете. Сотрудники госавтоинспекции и представители общественной организации «Молодая гвардия» продолжают бороться с пьянством на дорогах. Они отлавливают любителей выпить и сесть в таком состоянии за руль. Акция «Нетрезвый водитель» прошла в Республике Мордовия с 24 по 26 июля. Всего за три дня нетрезвых водителей остановили целых 36. При этом трое в таком состоянии уже попадались. И у каждого нашлись оправдания. Откуда куда ехали? С чаем за ним. Вы знаете, что у вас остановлено состояние алкогольного опьянения? Почему сели за руль в нетрезвом состоянии? Ну, к вас выпили сели. Почему не воспользовались услугами такси? В Саранске на самых оживленных участках автодорог сотрудники госавтоинспекции напомнили водителям. Пьяным за руль нельзя. Если здравый смысл кого-то не останавливает, то пускай остановит хотя бы перспективу поплатиться за недопустимое поведение. Штраф, лишение прав и даже уголовная ответственность, если промиле в крови доведут до беды. Закон суров, но справедлив. Сотрудники госавтоинспекции просят присоединиться к борьбе за общую безопасность каждого жителя республики. Заметив нетрезвого за рулем, сообщите в полицию. Так можно сохранить чье-то здоровье, а может и жизнь. Юлия Емельянова, Народные новости. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. В студии была Елена Сергеева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин